Меня зовут Лена Михеева и я с автор проекта Гастро Бэнд и вы на нашем Гастро Токи. Я напомню, что мы с регулярностью проводим wine онлайн дегустации. Туда, куда вы можете прийти в Zoom за тем, чтобы узнать чуть побольше о вине, мы собираем теплые компании, собираем людей за одним столом. Но кроме того, мы проводим Гастро Токи. Сегодня один из них. Обычно в Гастро Ток мы зовем людей из ресторанной индустрии, из винной индустрии, из людей, которые вообще относятся к хоспиталити. А сегодня у нас потрясающая гостья с Полиной. Да, привет, привет. Я уже вижу, что ты присоединилась. И с Полиной мы сегодня поговорим про Мишленовские рестораны. Тема очень-очень интересная и замечательная, потому что далеко не все туда попадают. С точки зрения клиента и с точки зрения посетителей, конечно, да. А с точки зрения сотрудника этого ресторана, это ого-го еще как надо постараться. Вот поэтому. Так. Да, привет, друзья. Привет, привет. Я сейчас подключу Полину. Полина. Та-дам. Цени. Дружок, привет. 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 Как твои дела? Как твой сегодняшний день? Вот сейчас я могу сказать. Полина присоединилась из Лондона. Я тоже тут. И сейчас она за окном накрапывает дождик. Так, по-лондонски я скажу. Да, очень приятно, на мой взгляд. Приятная вечерняя атмосфера, дождик. Лондон. Я себя вижу, кстати, в этот раз. Отлично, отлично. Друзья, привет. Я надеюсь, вы тоже нас всех видите. Добро пожаловать на наш вечерний эфир. Сегодня этот эфир будет с Полиной. Полина не только шеф, не только ресторанный консультант, не только занимается ресторанным аутсорсингом, еще и пишет про еду потрясающе, еще и готовит очень классно. Сегодня мы затрагиваем тему такую, как же, как же Полина попала в мишленовский ресторан, потому что это история, которой, мне кажется, стоит и нужно делиться. Но, Полин, да, да, извини, давай. Нет-нет, я слушаю. Вот как раз, наверное, хотела больше рассказать не то, как я попала, хотя об этом тоже, конечно, поделюсь, а дать какую-то инструкцию и советы тем, кто хочет попасть, потому что это самый частый вопрос мне. Сейчас уже поспокойнее, но несколько лет назад я каждое утро просыпалась с вопросом, как попасть в ресторан. Да, они могут на неделю показать и на две. Секундочку. Все хорошо. Мне кажется, у тебя там какое-то видео или какие-то новости пошли. Ребят, всем привет. Так, все. Не знаю, как это включилось. Да, извини, продолжаем. Маленький форс-мажор. Да, все хорошо. Вот вообще, друзья, вечер. Я надеюсь, что... Смотрите, сейчас в Лондоне 8 вечера, в Москве это вообще 11 вечера. Мне кажется, вообще сейчас на расслабоне. Я, на самом деле, обожаю вечерние эфиры. Извини, перед тем, как мы к Мишлену перейдем, я просто обожаю вечерние эфиры, потому что можно всех уже выгнать из комнаты, остаться в одиночестве, в смысле, с каким-то гостем, и вообще наслаждаться вечером. Я поэтому всегда кайфую, и у меня какой-то праздник выступает. И такой релакс абсолютный. Да, ребят, привет. Я перед тем, как мы начнем с тобой разговаривать, хочу вообще уйти и спросить. Друзья, был ли из вас кто-нибудь в Мишленовском ресторане? Вот. Там напишите просто плюсик, минус, были ли или нет. Или, может быть, краткий отзыв, что было круто, не понравилось. Вот такое. Так что, если кто-то из вас напишет, будет здорово, я хотя бы буду понимать, о чём мы будем говорить. Вот Настя пишет, что слушает нас за бокальчиком красного. Настя, это прекрасно. Это правильно. У тебя нет там бокала под рукой? Есть, но с водой. Если я не хочу пить вино, я вам таких историй не расскажу. Так что сегодня давайте, наверное, начнем с каких-то основ, а потом, может быть, и на вино переключимся уже. Ай, это надо было в райдере писать, когда мы приглашаем гостя, чтобы он обязательно брал с собой бокал вида, потому что тогда получается, мне кажется, эфиром несколько раз интереснее. Это точно. Ой, да, друзья, привет. Ира, привет. Карина, привет. Все так и присоединяет срок, который у вас всех видит. Да, я надеюсь, что у вас сегодня чудесный даже вечер будет вместе с нашей компанией. Так, друзья, во-первых, да, кто из вас был в Мишленах, пишите плюсик. Я хотя бы кратко сделаю анонс. Сейчас очень все многие понимают, что такое Мишлен, многие там были, но так или иначе очень хочется сделать историческую справку и вернуться назад и вспомнить, откуда же вообще что и как пошло. Ты знаешь, Сама же? Ты же знаешь, конечно. Ну, давай ты расскажи. Ладно, ты расскажи знак. Да, конечно. Начало. Да. Да. Представьте, 1900 год. В Франции есть господин Мишлен, который владеет соответствующей компанией, которая, соответственно, делает шины для автомобилей. И, естественно, в интересах этой компании было, чтобы к ним чаще всего, почаще обращались за тем, чтобы менять шины старые на новые. Какая штука идеи пришла в голову, значит, этой компании, директору этой компании, владельцу, чтобы создать некий справочник изначально во Франции. Да, когда ты можешь ездить по этому справочнику, это некий путеводитель, в котором собраны разные бестро, разные рестораны, заправки, кафешки, мотели. То есть те места, которые помогают тебе сориентироваться на дороге, потому что, поверьте, тогда гуглов не было, навигаторов не было, ничего особо не было, кроме каких-то вот таких вот бумажных изданий. И изначально это было именно такое небольшое издание, я видела, это маленькая такая красная книжка была, я видела первое издание в музее, как это выглядит. Ты видела вот этот справочник? Да, да, да. И это выглядит, ну, такая книжка, запятная книжка, мелким свифтом, что-то такое, знаете, как путеводные листы какие-то. И очень долго этот справочник раздавался бесплатно, и лет 20, наверное, он был бесплатным, но там могли разместить рекламу различные, соответственно, заведения. И вообще никаких литых ресторанов речь не шла, шла именно о том, что это вот помощь на дороге остановится в каком-то отеле. И однажды Мишлен сам увидел, как вот эти его бесплатные справочники подпирают вместо там ножку стола, потому что она там была неровная какая-то, вот подпирают его несколько справочников. В тот момент, ну, по-моему, по легенде, а по-моему, где-то я читала все-таки, это и в музее в том же самом деле видела, вот, и в тот момент он сказал, все, хватит, хватит бесплатных справочников, вот, и они решили переориентироваться вот после 20 лет издания на все-таки более элитные и престижные рестораны. Это если вот копнуть немножечко назад, так что если у вас был вопрос, связаны ли шины с Мишленовским гидом, да, друзья, они связаны. Это вот короткая справка. Да. Ну и сегодня люди специально едут на своих машинах в ресторан на ужин, да. Ну да, но вот, кстати, я читала именно градацию по звездам, то есть максимум мы можем дать три звезды, и это не единственное, что, кстати, может дать Мишленовский гид, да, я такую общую справку, наверное, сегодня взяла на ужин по общей справке, максимум ресторану Мишленовский гид может дать три звезды, то есть одна, две или три. Максимум три звезды, да, да, да. Да, но помимо звезд, сам Мишленовский эксперт или гид может дать ещё и другие различные обозначения. Да, вот разные обозначения, но моё любимое, если не звезды, это я называю облизывающаяся мордочка Мишлена. Это такие домашние в основном рестораны, они всегда очень простые, это даже часто вообще не рестораны, это может быть какая-то палатка, это может быть какое-то окно, это может быть точка на рынке, или это может быть такой вот, особенно в Италии, ресторан, где готовят как дома, вот настоящая итальянская мама, настоящая итальянская бабушка. Поэтому, когда я путешествую, я часто пользуюсь не только, не только смотрю, где рестораны со звёздами, а вот именно на эту самую, это самая простая, самая, по-моему, низшая категория, но она именно самая такая душевная, тёплая, это всегда будет сто процентов очень вкусно, очень недорого, то есть рестораны без малейшего намёка на звезду, но при этом очень такие душевные места чаще всего. Да, помимо, ну то есть это вот их типичный персонаж, да, который они обычно используют, вот этот облизывающий человечек, собранный из шины и похожий на призрака немножечко, мне кажется. Вот, ещё, там есть другие значки, есть вилка и нож, да, вилка и нож? Да, вилка и нож, две вилки и нож, но это просто рестораны часто тоже достаточно хорошего уровня, просто они не дотягивают до, скажем так, главного приза, до главных призов, одной звезды, двух и трёх. То есть считается, что одна звезда – это очень хороший ресторан, две звезды – это ресторан, который нужно, который заслуживает специального визита, поездки, плана, там, путешествия. Три звезды – это уже что-то экстраординарное, это уже высший уровень, вот. А эти рестораны, где вилка, ложка, тарелка – это чуть-чуть, скажу так, очень хорошего уровня места, но они пока ещё не дотягивают до того, чтобы вручить им подобный наивысший приз. Вот Ира, кстати, говорит, что как раз не знала о таких категориях Мишлена, и да, кстати, многие не знают и думают, что есть только звёздочки. А ещё у них есть ведь монетки. Да, монетки – это, по-моему, просто обозначает, сколько стоит ценовая категория ресторана. Это не что иное, как просто, по-моему, стоимость места. Да, это, кстати, ну, по-моему, а-ля, что это можно демократично поесть чаще всего, ну, там, категория этих монеток, но при этом неплохая еда, но при этом без звезды. Да, но на самом деле я могу сказать, что из-за того, что для многих людей Мишлен – это ассоциироваться только со звёздами, часто они видят, например, наклейки Мишлен на двери ресторана. Даже часто это, может быть, вся дверь в наклейках, там, 10-20 наклеек, и человек потом уверен на 100%, что он был в Мишленовском ресторане. На деле это может быть сосисочная, это может быть пивная, это может быть, там, пиццерия, но люди потом говорят, я был там в 7-звёздочном Мишленовском ресторане, или там в 8-звёздочном, потому что они посчитали наклейки на двери. Вот, но просто сразу скажу, что конкретно, как определить Мишленовский ресторан, там должна быть именно вот эта звёздочка, которая выглядит как цветочек. Вот если вы видите такой цветочек, вы это можете загуглить, посмотреть, как выглядит именно наклейка. Это не надпись Мишлен, это именно как такой вот, вот эта звёздочка-цветочек, который мне больше цветок напоминает. И там ещё внизу обычно написан год, когда, собственно, были эти звёзды. Вот, да, а вот именно сама наклейка с надписью Мишлен – это то, что это место упоминается в гиде Мишлен, совсем не обязательно, точнее, там точно нет звезды, но это просто значит, что ресторан там упоминается. И часто это просто очень хорошее, вкусное, классное место, но оно не Мишленовское. Когда мы говорим «Мишленовский», мы подразумеваем место со звездой, или с двумя, или с тремя. Если у ресторана нет звезды, это не Мишленовский ресторан, даже если он там упоминается в других категориях. Это важно, друзья. Запомните, пожалуйста, этот комплимент прилетел. Говорят, что ты сегодня нарядная и красивая. Я подтверждаю, да, Полина, нарядная и красивая. Настя задает очень, на самом деле, правильный вопрос, буквально выхватывает из моего рта этот вопрос. Как происходит процесс получения Мишлена? По каким категориям, по каким критериям? Потому что тут у многих тоже есть всякие заблуждения и стереотипы на этот счёт. Я сейчас чуть-чуть себя чувствую Мишленовским экспертом или, скажем так, человеком, раздающим эти звезды. На самом деле, я была всего лишь поваром в этих ресторанах. То есть я знаю изнутри, но я всё же примерно процесс того, как даю звезду, знаю. Есть определённые эксперты, они работают инкогнито, то есть их никто не знает. Они не могут на своей Facebook-странице написать, «Привет, я Маша, я инспектор Гида Мишлен». То есть это всегда люди засекреченные, их никто не знает, как они выглядят. Они посещают каждый год массу мест, путешествуют по всему миру, пробуют и потом коллективно обсуждают, ну, в каждой стране свои представители, какие рестораны заслуживают получить звезду. Если вот претендуют на звезду, значит, другие эксперты, другие именно эксперты Гида Мишлен идут, пробуют и потом решением, как голосованием, присуждают эту звезду. Но, конечно же, я спрашивала у шефов, у рестораторов, у которых уже на протяжении многих-многих лет звёзды, я говорю, ну как, неужели вы не знаете прям вот, кто эти эксперты? Ну вот прям вот вы не догадываетесь, вы же, наверное, понимаете. На самом деле мы уже некоторых знаем, ну, примерно мы понимаем, что это, скорее всего, вот эти инспекторы из Гида. А они как-то злее своими историями, что вот как они начинают, ну, знаешь, как в фильмах часто показывают, да, начинают суетиться в 10 раз быстрее, быстрее там лучших хэрсантов отправляют. Ну, вот как ты стараешься настолько максимально себя показать с лучшей стороны в этот момент? Нет, не слышала таких историй. Слушай, на самом деле, мне кажется, когда ресторан претендует на звезду, нужно достаточно... Вообще, что такое звёзды? Это показатель определённого качества и уровня. И мне кажется, если ты хочешь угодить конкретно какому-то гостю, а и конкретно доказать что-то конкретному человеку, ну, на самом деле, качество должно быть же на таком высоком уровне, на таком отлаженном качестве, что кто-то специально суетится, паниковать не будет. Я такого не видела, если честно, но, может быть, при мне просто не приходили эксперты, вот, но я не знаю, я не думаю, что кто-то прям начинает носиться как сумасшедший от того, что пришёл гид. Во-первых, это же инкогнито, то есть даже если ты думаешь, что ты знаешь, кто этот инспектор на деле, может быть, это какой-то другой человек, может быть, в том году 20 лет к тебе один ходил, а в этом году тот другой пришёл. Как бы это не предпадать. Да, я тут отвечу на вопрос, что нужно ли платить за то, что попасть в Мишлен. Нет, Настя, не нужно платить. Нет, за это не нужно платить. Вот, совершенно точно. Кстати, Мишлен приходит в Россию в этом году, в Москву. Это правда. Об этом даже, знаешь, Собянин написал у себя в Инстаграме с большой гордостью, о том, что вот Мишлен приходит. Скажи, что это означает вообще для России, что Мишлен приходит? Ну, во-первых, я могу сказать, что я очень рада, что он к нам приходит. И отдельно скажу, что для всех, кто не знал, он первый раз к нам приходит. То есть до этого Мишленовских ресторанов в России не было. Потому что я очень много слышала историй, когда люди были уверены, что в России есть Мишленовские рестораны, и даже пытались меня переубедить, переспорить меня в этом вопросе. Чаще всего это недопонимание происходит из того, что, например, пиарщик ресторана или владелец, нанимая повара или шеф-повара, который работал в Мишленовском ресторане, они его называют у нас Мишленовский шеф. На деле, если ты работал в Мишленовском ресторане, это очень здорово, это классно, но ты не Мишленовский шеф, ты ресторан в Москве, от этого не становится Мишленовским. Потому что у нас не было этой красной книжки и этого гида. Поэтому часто пишут у нас как бы Мишленовский ресторан, ну, раньше писали, и люди из-за этого были уверены, что они ходят в Мишленовский ресторан и доказывали мне, да нет, у нас есть, я точно знаю, да я туда хожу уже 5 лет, там точно есть звезда, а может даже две. Я говорю, ну, не может. Поэтому вот сейчас я могу сказать, что теперь вы можете говорить, да, я была в Мишленовском ресторане в Москве, потому что он по-настоящему к нам придёт. И ещё такой момент хочу сказать. Слушай, а можно я вставлю 5 копеек, да? Очень важно, что именно звезда даётся ресторану, а не шефу. Правильно? Да, звезда даётся шефу. На самом деле шефу. Да, даётся шефу. Вот, и насколько я знаю, если шеф покидает ресторан, то ресторан теряет свою звезду, насколько я знаю. Вот. Вот. Но ещё про то, что Мишлен приходит в Россию, хочу отдельно сказать. То, что у нас не было Мишлена, не значит, что у нас не было хороших ресторанов. А вот сейчас, в 2021 году вдруг у нас начнут появляться хорошие рестораны. у нас были и есть великолепные рестораны высочайшего уровня, что, я могу сказать, некоторые, я уже уверена могу сказать, некоторые, как минимум, на две звезды. Совершенно точно. Ой, а скажи имена, ну, вот по твоим, вот точно там, не знаю, тройка, может быть, каких-нибудь ресторанов, которые, ты знаешь, вот этим, вот этим точно дадут звезду. Ну, это, как минимум, назвать три ресторана в Москве, которым дадут, это очень просто. Ну, конечно же, дадут Белому кролику, ну, это просто однозначно. Дадут Твинсгардену, вот, возможно, дадут, господи, я забыла название одного из своих любимых мест, потому что я давно не была в Москве. Я вспомню, я скажу. Ну, хорошо. Таков, вот ему, скорее всего, дадут. Как называется его ресторан? Я просто вылечила из головы. В Новинском пассаже. Я не помню. Я давно уже в Лондоне, я давно не ходила в рестораны. Тысячу лет. Я сижу на локдауне. Так, не будем в эту грустную тему. Вот, я буквально пару комментариев прочитаю. Вот Настя говорила, что когда работала в Кимпинске, у них как раз были тайные гости, которых часто узнавали по вопросам, которые они задавали. Ира спрашивает как раз про Мишленский ресторан, где ты работала. Да, Ира, сейчас мы дойдем до этого вопроса. Просто хочется какой-то такой декрадакшн вообще Мишлену сделать и вообще проговорить какие-то моменты. А Юрий тебя зовет срочно в Москву, срочно есть в ресторан. Слушай, я еще несколько моментов. Можешь ли ты сказать, какие критерии оцениваются эксперты Мишлена? То есть там не оценивается интерьер, там не оценивается... Что там оценивается? В трех звездах оценивается все. В трех звездах оценивается уже абсолютно все. И если раньше... Вообще, Мишлен с каждым годом становится все демократичнее и демократичнее. Если раньше это обязательно были рестораны с белыми скатерстями, которые, кстати, обожают такие рестораны. Ты обожаешь, да? Я обожаю, да. А за что ты обожаешь? Извини, пожалуйста. Я просто, наверное, по другую сторону. Я вот как раз не за такие вещи. Хотя, не знаю, может быть, иногда. Я люблю разные вещи. Я люблю очень разные вещи. Просто в какой-то момент все стали настолько демократичными, все стали настолько... захотели показать, что вот мы тоже носим кеды, кроссовки, хотя там до этого всю жизнь носили костюмы, что я в какой-то момент в Москве себя поймала на мысль, что пойти в какой-то красивый ресторан с белой скатертью, но практически таких мест и нету. А иногда хочется пойти как в оперу хочется пойти и нарядиться, красивое платье одеть, так и в ресторан хочется пойти какой-то красивый. Но в какой-то момент все стали делать очень классную кухню. Я, кстати, не буду спорить, что в Москве очень классная кухня и очень талантливый шеф, и я уже об этом сказала. Но везде очень такой минималистичный дизайн, а иногда хочется чего-то красивого. Поэтому я буду заявлять, что я люблю, когда красиво, в том числе. А там все красивое платье на вешалках в шкафу и как-то надо выгуливать. Нужно куда-то выходить. Вот. Ну так вот, дизайн становится все более демократичным и сейчас дают уже звезды и лапшичным в Гонконге, и совсем простым, наипростейшим заведением дают звезды. Поэтому сейчас настолько все упрощается, что это уже тех первоначальных критерий, они все-таки чуть-чуть от этого уходят. Ну, это, наверное, здорово, это какое-то развитие, это неплохо. Вот. А я почему-то думала, что интерьер не учитывается. Нет. В трех звездах уже, по-моему, учитывается все, включая интерьер. Но там должны, ну, все-таки это уже... Считается, что три звезды это ресторан, в котором ты можешь... Которым может прийти король или королева. Ну, как мне объясняли про Виталий. В Кедах. Король и королева в Кедах. Да, слушай, мы много поговорили тут про вообще, что такое Мишлен. Друзья, если у вас есть еще вопросы, касающиеся, ну, что такое Мишлен, вы, пожалуйста, пишите, давайте. Я хочу как раз перейти к тем, к которому мы заявляли в большей степени, и именно к твоему личному опыту работы там. Расскажи, как ты вообще попала в Мишленские рестораны, и что у тебя за плечами, какие заведения? Слушай, я... Звучит, как сейчас будет длинная-длинная история. Готовься, да. Меня задавали столько раз, что да, я хотела в большей степени рассказать, наверное, самый животрепещущий вопрос, как же туда попасть, потому что именно эти письма я получаю очень часто. Я работала... Скажи хотя бы название, да. Да, первое место это было Илья Регалетто в Италии с двумя звездами Мишлен в регионе Эмилия Романия. И потом это был Париж, ресторан Септим с одной звездой Мишлен. И один из лучших ресторанов Парижа и вообще место, которое я обожаю, и просто для меня это, наверное, самое лучшее, идеальное место и самый такое прекрасное воспоминание. Но это, я говорю, только про рестораны со звездами. Попадала я в них совершенно разными способами и в разное время своей жизни. Кстати, сегодня я общалась с женой шефа своего первого ресторана, вот как раз Виталией, потому что мы очень хорошо поддерживаем связь, общаемся. и сейчас пришла такая грустная новость, что они закрывают это место. Вот, это громкое такое событие для Италии, ну, в особенности для региона Эмилия Романия, очень много публикаций, много, каждая газета, каждая СМИ об этом написала, потому что это, ну, такое громкое событие, ресторан был очень громкий. Единственное, что он уже назывался по-другому, потому что после моего отъезда из этого ресторана он был полностью разрушен землетрясением, то есть он находился в маленьком городке Риджола, и буквально вот через неделю, как я улетела в Москву, ресторан был полностью разрушен землетрясением, который, кстати, никто не предсказывал, то есть его никто не ждал, и это вообще считалось достаточно безопасным в этом плане место Италии. Но тем не менее... А скажи, закрывается из-за ковида? Да, 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 то есть вот они землетрясение пережили, открыли заново, правда, в другом городе, городке, но в том же регионе, вот, с другим названием, заново всё построили, отстроили, вот сейчас, да, они закрываются. Но, правда, уже она мне написала по секрету, что они скоро опять откроются уже в другом месте, вот, но, наверное, просто чуть-чуть переждут паузу, да, вот, выдохнут, наберутся сил, но, да, они вернутся, почему ты выбрала именно этот ресторан? Вот, и тут я начну чуть-чуть ближе подступать к теме, к теме, как попасть в ресторан. Прежде чем предпринимать какие-то шаги по конкретному попаданию в ресторан, нужно определиться, а какой это должен быть ресторан. Ну, вообще понять, куда ты хочешь поехать и где ты хочешь стажироваться или работать. Сейчас я начну про стажировки, это самое распространенное и, как мне кажется, важное, и то, что нужно каждому шефу делать. Для начала хочу сказать, что стажироваться в Мишленовском ресторане можно в любой стране мира, то есть не только в Италии, потому что, когда люди узнали, что я стажировалась в Италии, сложилось впечатление, что вот можно только в Италию на стажировку поехать. Это не так. Можно поехать в совершенно любую страну, совершенно любую. Как выбрать ресторан? Нужно, во-первых, понимать, какие цели у вас, чему вы хотите в этом ресторане, даже не в ресторане, вот конкретно шефа, нужно выбрать шефа, вот конкретно чему вы хотите научиться в принципе. От этого вы отталкиваетесь, понимаете, какой кухни, какой еде и каким навыкам, что вам близко, философия какого шефа вам близка. От этого вы отталкиваетесь и, например, находите там ряд шефа, которые вам интересны. Вам нужно понять, где вы потом эти знания будете применять. То есть, например, берем ту же Италию. В каждом ресторане, в каждом регионе Италии кардинально разная кухня. Кардинально разная. То есть, ремонт одна кухня, компания, это совершенно другая кухня на юге. И, например, если вы поедете в ресторан на сажировку, пускай и Мишленовский, но в регионе компания, например, в Неаполь, вас научат готовить самую лучшую пасту с томатами и моцареллой в вашей жизни. Вот самую лучшую. Она будет всего из двух или трех ингредиентов. Но в чем загвоздка, что повторить эту пасту будет невозможно потом практически ни в одной стране мира, кроме непосредственно самого Неаполя. Потому что только там есть такие помидоры, только там есть такая моцарелла и только там есть такое солнце и такой воздух, который создает весь этот феноменальный вкус этой пасты. И примеров много, когда рестораторы привозили очень успешных итальянских шефов в Москву и они не могли повторить то, что они делали там всю свою жизнь. Точнее, не повторяли, но вкус был совершенно не тот. Поэтому это тоже нужно учитывать, когда вы едете на сажировку. Вы научитесь этим навыкам, вы их получите, но сможете ли вы потом у себя в городе, в стране применить? Поэтому нужно чуть-чуть подумать об этом заранее, изучить, подойти как-то к этому основательно, потому что, на мой взгляд, это важно. Собственно говоря, поэтому я выбрала место на севере Италии, потому что север Италии самая, на мой взгляд, самая богатая кухня, там наибольшее средоточение мишленовских ресторанов, там есть и дичь, и грибы, и мясо, и рыба, масса сортов пасты, всевозможные сыры. И я понимала, там, во-первых, есть леса, море, ну, то есть, я понимала, что с этой базой не будет что делать потом, в дальнейшем. Ну, и из этого получается главный вывод, что едете вы учиться не рецептам, а технике. То есть, технике работы на кухне, ну, по сути, вы учитесь технике работы с огнем и ножом, ну, то есть, температуры, температуры и так далее, то есть, огонь не рецептам. То есть, вот, учиться с блокнотиком ехать к какому-то шефу, там, чтобы переписать рецепты, это не про это. Вы должны найти такого человека, который вас настолько будет вдохновлять, как шеф, его кухня настолько вас будет удивлять, и вы будете понимать какие-то основы, ну, то есть, основы кулинарии. И потом, приехав, вернувшись в свой город, в свой регион, можете только пользуясь этими технологиями готовить из совершенно любых продуктов, совершенно другие, непохожие блюда на те, которые вы делали там, у вас будут совершенно свои блюда, но благодаря вот этим техникам, которым вы научились, и этим приёмам, и уважению к продуктам, и какому-то смелому мышлению, вы сможете применить это где угодно. Вот. А скажи, пожалуйста, буквально, коротко, я правильно понимаю, что ты, скорее всего, убрал несколько ресторанов в этом регионе, и ты писала в этот ресторан, управляла письма со своей серии, резюме. Да. Вот теперь переходим к второму важному пункту. Непосредственно, а как же, ну, допустим, вы уже выбрали и определились, да, то есть я сказала, что можно в совершенно любой стране мира, в любом городе вам нужно понять, кто вам близок, не просто так, там, попавшийся, книжку открыл и написал, ну, конечно, так тоже можно делать, но мне кажется, каждый уважающий себя, наверное, шеф или даже молодой повар с амбициями, он должен вообще понимать, что он хочет, разбираться в каких-то трендах, знать, кто что делает, знать, какие-то имена, то есть не потому, что там Полина сейчас скажет какое-то имя, вот нужно туда написать, нет, ну, как-то нужно, мне кажется, если ты, в принципе, этим живешь и планируешь развиваться, ты уже должен знать, кому писать и куда конкретно. Мне так кажется. Вот, да, ну, и, значит, второй пункт. Составить письмо. Вот тут важный очень вопрос. Как попасть? Нужно просто написать письма. Вот всё элементарно, какого-то секрета, тайны нету. Написать письма, позвонить, прийти, прям самому прийти, там, поужинать, позвать шефа, то есть самыми простыми способами. Но разберёмся сейчас с письмом. Вот что написать? Очень важно, написать нужно письмо, коротко и ясно. То есть оно должно быть не как-то для вас толстого о себе, о том, какой вы прекрасный, и как вы всегда мечтали поехать вам в Францию. Нет, нужно написать коротко, потому что вы должны понимать, что это такой шеф. Или, например, если будет не он лично читать письмо, а кто-то из его команды. Это очень знаменитой человек, у которого нету совершенно никакого времени ни на что, плюс у него гигантская ответственность, и плюс у него очередь состоит желающих из тех, кто хочет с ним поработать. Поэтому он не будет читать длинное письмо. Оно должно быть короткое, чёткое и ясное. Во-первых, кто вы, откуда вы. Полин, да, прости, пожалуйста. Нам интернет говорит, очевидно, с твоей стороны говорит, что давайте добавим немного пикселей, и добавил немного пикселей. Вот я жду, что, может быть, ты распикселишься немножечко, вот, для тебя станет получше. Может быть, может, перевод подключиться, или... В пикселях, да. Может, попробуешь ещё раз присоединиться или перезагрузить? И мы продолжим. Давай попробуем. Давай попробуем. Да. Друзья, привет, кто к нам только что присоединился. Мы сегодня с Полиной обсуждаем, как же вот эту обратную изнанку не в качестве посетителей членовского ресторана, а именно в качестве шефа, ой, не шефа, повара, повара, который может поработать на кухне и видеть это изнутри. И сегодня не для всех для нас это актуальная тема, что все из нас очень хотят поработать в нечленских ресторанах, но мне кажется, это удивительно узнать у человека, который там был всё-таки. Да. Сейчас Полину ещё разок присоединию. Надеюсь, интернет будет на нашей стороне. Да, да, ты гораздо лучше, да. Всё прекрасно. Так, хорошо. Да, мы остановились на том, что... что шеф ресторана очень знаменитый человек, он не будет писать, ой, читать ваши длинные телеграммы, письма. Да. Поэтому важно написать о себе, кто вы, сколько вам лет, потому что возраст достаточно важный момент, даже не достаточно, а очень важный. А скажи, как он влияет. Почему? Скажи про возраст, как он влияет. Потому что тяжело уже в определенном возрасте работать в таких условиях на кухне. Об этом я ещё позже расскажу или лучше сегодня. Или сейчас. Или в следующий раз. Нет, а можешь прям два слова сказать, раз уж просто мы заикнулись? Два слова не получится рассказать. Нет, подожди, какой примет в возрастной, возрастной категории считает норм, ну, как бы относительно работы на кухне, да, и какой уже считается, что, ну, все. Ну, как у спортсменов, да, такое же тоже есть. Нет, наверное, что прям вот ну все, ну все. Я думаю, вряд ли кто-то скажет кому-то, что, знаешь, ну, тебе уже, ну, ну все. Есть рестораны, кстати, в которых можно попасть и достаточно уже в таком зрелом возрасте. Это уже после 40 и даже, может быть, после 50. Но это очень индивидуальные, скажем так, случаи. В основном, конечно, это молодые ребята. Чем вы моложе, тем лучше, вот честно скажу. Даже в этом нет какой-то дискриминации, по возрасту, это просто очевидный факт. То, что я делала там 20 лет, вот даже мне сейчас уже будет делать чуть-чуть сложно. и даже то, что делала там 10 лет назад, это будет сложно делать, потому что работа очень тяжелая. Я об этом еще расскажу чуть-чуть попозже, наверное. Да. Пока мы далеко не ушли от темы, что писать в письме. Вот, но, но да, чем вы моложе, тем лучше. Я думаю, что идеальный возраст это вообще там 20, максимум 25, но если вам 30-35, мне кажется, запросто можно пробовать. Почему бы нет? Я бы на вашем месте пробовала бы. Вот, да и даже если вам, наверное, 50, знаете, 50 есть такие, кто еще, я думаю, похлеще, чем те, кому 20 поэнергичнее. Так что, можно пробовать. Ну, просто скорее, наверное, нужно будет стараться получше как-то, попасть чуть-чуть посложнее. Вот, и скорее всего, это какая-то уже нужна будет личная встреча, знакомство, несмотря куда вы едете, какое место. Да. Ну, никогда не поздно. Но чем моложе, тем, конечно же, у вас и больше шансов попасть, просто элементарно. Ну, и вам самим-то как-то будет гораздо это легче в молодом возрасте. Так что, если вы слушаете, и вам 20 лет, прямо вот время терять не нужно. Вот сейчас с каждым годом будет все тяжелее таскать ящики там эти с морепоктами. Начинайте писать письмо прямо сегодня. Да-да-да, сейчас уже не факт, что я эти мечты-то потаскаю. Нет, я, конечно, потаскаю, если мне очень надо будет. Ну, да. Чуть-чуть тяжело. Я поняла. Что дальше? Какие шаги? Да, значит, возвращайся к письму. Место, откуда вы? Потому что для многих, кстати, шефов, им же тоже интересно. Вы же станете часть команды на какое-то время, им может быть интересен из какой-то необычной страны или из какого-то города интересного. Может быть, это же тоже, это культурный обмен, это культурный опыт. То есть, только вы едете там куда-нибудь в Аргентину к шефу учиться чему-то особенному. Ему же тоже интересно, что приедет человек из России, а что у них в России, а как, ну, то есть, да, откуда вы? Пишите и рассказывайте коротко о себе, о своем опыте, например, работы, если она у вас есть. Ну, какая-то гадкая история от себе, себе очень короткая, сжатая, но четкая и ясная. Если у вас есть очень большой список мест работы, не нужно писать подробно весь список, если мы говорим про стажировку, если вы на работу, то, конечно, присылайте полноценное резюме. Если про стажировку, пишите вот самые свои главные достижения. То есть, например, там, шеф вряд ли знает, если вы из какого-нибудь города на Урале, этот город и рестораны в этом городе, но вы можете написать. Я работал в самых значимых и успешных ресторанах там, Сибири. К примеру, мы, там, принимали королеву Англии, когда она нас посещала. Ну, то есть, что-то вот самое значимое. Да, то есть, пишите самое яркое и самое значимое. И потом обязательно напишите, почему вы хотите попасть именно в этот ресторан. Опять же, не нужно какую-то там, какую-то поэму писать, лирику, что вы там всю жизнь мечтали попасть, даже если это так, но вы просто объективно напишите, почему ваши взгляды с отпадами этого шефа, почему вам хочется именно в этот ресторан. просто дайте понять человеку, что вы единомышленник. На мой взгляд, это важно. По крайней мере, во второе свое место я именно так и попала, потому что к ним достаточно сложно попасть. И мне потом они объяснили, что именно, да, они выбирают людей, близких им по духу. И, наверное, в моем письме что-то зацепило, что они посчитали, что я близкий по духу человек. Ну, очень много писем приходит от ребят. Вот, если у вас нет никакого опыта совершенно работы, это достаточно все же сложно, ни опыт, ни образование. Потому что, если у вас есть образование профессиональное, кулинарное, это тоже большой плюс. Если ничего совершенно нету, ну, хотя бы у вас есть, например, сайт. Или вы в своем городе, у вас маленькое кафе собственное. Или вы участвуете на каких-то фуд-маркетах и фестивалях. Ну, что там. Вот что-то, любой свой опыт вы должны описать, написать, желательно прикрепить какую-то ссылку на Инстаграм или там на социальные сети. Какое-то представление о вас должно быть. Если у вас вообще нету ничего, ни опыта, ни... Вы никогда там не участвовали в никаком ни маркете, у вас нету ни сайта, ни кулинарного Инстаграма, ну, вообще ничего, я все-таки вам посоветую каким-то хоть минимальным опытом обзавестись, например, начать со стажировок просто в классных ресторанах в своем городе или в вашем регионе. Или же, как вариант, вы можете сделать там ход конем, вы можете прийти на ужин в этот ресторан, в который вы хотите попасть, и поужинать, потом пригласить, например, шефа, позвать шефа, если есть такая возможность, и уже напрямую ему лично сказать, что как вам все понравилось, и так далее, сказать какие-то приятные слова, и сказать, что вы хотели бы поработать у него на кухне. Вот, то есть лично пойти сразу как-то так под конем, ну, то есть какой-то найти обходной путь, как попасть, потому что если у вас вообще нет никакого опыта, ничего, попасть, скорее всего, будет сложно, то есть ни опыта, ни образования, ничего. Поэтому, да, можно напрямую прям подойти, вряд ли вам прям сразу так откажут, ну, или если откажут, значит, да. Ну, хоть какую-то за отцепку ты получишь. Скажи, пожалуйста, вот ты отправила письмо, как долго ты ждала ответа, и какой был следующий этап, приехать на личность в месяц, поговорить по телефону, встретиться по скайпу? Во-первых, вот опять же, вернемся к этому письму, я не думаю, что нужно отправлять вот какое-то одно конкретное место, и сидеть и ждать ответа. Нужно хотя бы отправить в несколько мест. Как бы, вот вы можете мечтать конкретно поехать вот в этот ресторан к этому шефу, но реальность такова, что не факт, что вам из него вообще ответят, даже если вы 100 писем напишите, даже если вы будете идеальным кандидатом. Поэтому, как бы не было грустно, но вам нужно в ресторанах 5-10 написать. Вот, кто-то, кстати, в 20-30, я даже знаю тех, кто в 100 ресторанов написал по всему миру, ну, это нормально, абсолютно. Вот. Ну, если вы, например, написали в 10 мест, скорее всего, вам ответят из двух или из трех. Неплохо, кстати, неплохо. Да, да, ну, опять же, если какой-то есть опыт, вот. Ну, в принципе, отвечают сразу конкретно или, да, приезжайте, а, кстати, да, и еще в письме, возвращаемся к письму, обязательно укажите, в какое время и в какие сроки вы хотели бы приехать, то есть вот вы написали, представились, написали о себе, написали, почему хотите попасть в это место, и потом нужно написать, я готов приехать на двухнедельную стажировку в мае месяце или там на месячную стажировку начиная с сентября или там в течение года, то есть, ну, какой-то вы должны обозначить срок, да, то есть неусловно. Вам, скорее всего, ответят, например, в идеальном варианте окей, или вам ответят, что у нас нету места до января 2029 года. Такое могут вообще запросто ответить, если это какой-то очень популярный ресторан, вот на самом деле, то есть запросто вам могут сказать, да, но у нас очередь, мы вас ждем, там вот через три года, там, или через два года, или через пять лет, это запросто, в самых вот таких, каком-нибудь там, ном, это очень запросто, может быть, или, кстати, в таких самых популярных местах, как Тоскана, например, вот в Италии, все хотят Тоскану, но там тоже все, плотничком. А скажи, пожалуйста, вот какое-то время назад, я с уверенностью могу сказать, что все эти стажировки были бесплатны, сейчас мир меняется, что на данный момент? Я могу сказать точно, что нужно сохранять остатки своего здравого смысла и за стажировки деньги не платить, пожалуйста. Это просто очевиднейший факт. Вам платить за них, за то, что вы там работаете, вам платить не будут, но еще и вам за них платить... Нет, я как раз думала про то, что будут ли тебе платить, вот о чем я говорю. Нет, тебе платить там не будут. Если ты ездишь на стажировку, тебе там платить не будут. К этому нужно быть готовым понимать это. Но и платить, я почему так скажу, потому что я знаю агентства, которые берут деньги за то, чтобы человек отправить на стажировку и он еще и платит за эту стажировку. Я, конечно, не знаю, как будет проходить стажировка за ваши деньги. Может быть, там шеф будет ходить с вами по пятам, а вы будете ходить с блокнотиком и за ним записывать, и там устраивать с ним, там с этим шефом винные дегустации. Я не знаю. Может быть, это так будет выглядеть. Но если это будет выглядеть не так, а вас поставят чистить картошку, что, скорее всего, с вами произойдет в первые дни, самый большой абсурд это еще и за это деньги заплатить. Потому что вы делаете большой вклад своим бесплатным трудом в развитие этого... Так, что платить деньги, а вам платить не надо. Да. Вот. И еще такой момент, что... Да, вот единственное, что, если говорить про какое-то все же вознаграждение за вашу работу, помимо знаний, которые, на мой взгляд, это очень важно, которые вы там получите, в некоторых местах вам могут предложить жилье, но на это не стоит рассчитывать в больших городах, таких как Париж, Лондон, Нью-Йорк, там вам не предложат, стажерам не предложат жилье. А вот в какой-нибудь маленькой деревушке во Франции, и там, скорее всего, вам могут... Не скорее всего, но вам могут предложить жилье. Это, скорее всего, будет квартира, снятая для всех стажеров, то есть вы там будете жить в пятеро, в шестеро, но, опять же, если вам 20 лет, я бы вообще не запарилась на эту тему, честно скажу. Вот. Если вам, конечно, там нужен комфорт, вы там решили открыть ресторан, вы миллионеры, вот сейчас такие, вот поеду-ка я, как эта молодежь в журналах пишет на стажировку, и вот вам там говорят, вот вам койка, в комнате, там, еще пять человек, наверное, вас это не устроит, но если вам 20 лет, мне кажется, это нормально. Вот. Полин, а мы расскажем об общающей истории, это очень здорово, ты сейчас структурируешь, очень хочется услышать какую-то твою личную историю, понятно, что ты тоже после этого приведешь к каким-то моментам, которые стоит совершить, людям, которые хотят поехать на стажировку, но можешь ли поделиться именно своим? Вот ты приехала когда в первый ресторан в Италию, да? Тебя поставили на картошку? А, вот про эту картошку, злосчастную, несчастную, я, кстати, вот в свой первый ресторан попала, чуть там, другая история, я попала после обучения, так, я зависла, да? Но слышно пока, так что пока слышим, я тебя оставляю, да? Ты тут, ты тут? Угу? Я прямо чуру. Да, на картошку, ну, на самом деле, когда я направилась на стажировку после своего обучения в Италии, мне даже подарили мои однокурсники картофель и чистку, потому что я была единственная, кто поехал в этот ресторан. Да, да, вот, ну, потому что никто больше не поехал, ну, тот год, в который я была. Меня, кстати, отговаривали очень сильно, но это уже чуть-чуть, наверное, другая история. В общем, на деле, там не было блюд с картошкой, поэтому её чистить не пришлось. Ну что, лук тогда? Ну, скорее вы делаете просто какую-то такую монотонную картинную работу, натереть горы пармезаном, почистить горы рыбы, там, выпотрошить туши животных, ну, то есть что-то такое, что вот самое вот такое рутинное, ну, то есть вот просто рутинная работа, много-много всего помыть, потому что, например, любят в высокой кухне мини-овощи, мини-морковь, мини-тепинамбур, это же всё нужно почистить щёточкой, потому что это всё будет запекаться в соли, вот прямо в непочищенном виде, поэтому вот такая работа самая, то что обязательно нужно в холодной воде, потому что это очень нежные, нежные вот овощи, эко, био, там, выращенные, там, с особыми людьми на особой почве, поэтому всё только в холодной воде нужна эта щётка, а там вот такой просто ящик нескончаемый, вот такого размера вот морковочек, поэтому, да, вот такую работу делать, но мне как-то везло всегда на морских ежей, то есть у меня это какая-то, вот меня не преследуют эти морские ежи, у меня вот во всех местах, я же не только мишленостки была, я ещё других была, меня везде вот на этих ежей ставили, то есть я... Ну, ты понимаешь, морской еж, колючка такая, да, вот его нужно было открыть, и когда открыть, нужно было вынуть эту икру, то есть, и вот у тебя стоят ящики, вот ты утром пришла в идеальной чистой форме, а у тебя эти ящики этих морских ежей, нескончаемое количество, тебе нужно всех их открыть, и вынуть икру, всё это там сделать красиво, идеально, потому что эта икра должна выглядеть идеально, чтобы на ней ничего не было, да, поэтому я везде открывала этих ежей, я не знаю, почему бы мне на ежей везло всегда, вот, но это, естественно, не всё, что ты делаешь, но ещё такой важный момент, наверное, самый важный, нужно понимать, что, конечно же, вас никто, никто вам не доверит делать какие-то важные ответственные блюда, картошка, но и совсем как бы уходить только в чистку картошки я бы не стала, сейчас я поясню свою позицию, вообще, своё мнение и свою, поясню на своём опыте, то есть, если вы приходите в ресторан, чаще всего вообще в Мишленовском ресторане очень маленький коллектив, пять человек, например, если вы видите, что картошку чистят все, включая шефа, абсолютно, это, кстати, я такое видела много раз, но это нормально, что и вы тоже чистите картошку, потому что рутинную работу нужно делать. Если вы видите, что вас поставили в дальний угол на картошку, вы приехали, например, там на две недели и вы уже неделю чистите эту картошку, я знаю людей, которые так и чистили эту картошку в дальнем углу, ничего не предпринимали и в конце уходили, потом это писали себе как строчку в резюме, что вот я там стажировался в ресторане. У меня был такой случай вот в ресторане в Париже, я приехала, у них маленькая кухня, маленький коллектив и меня поставили на зелень, отрывать листочки с петрушки. Вот я только приехала, это вообще мой первый день и меня поставили за пределы кухни. То есть я-то думала, что я буду, например, эти листочки отрывать, но я буду смотреть, кто что делает. Но я, так как только приехала, мне еще неловко, я вот листочки поотрывала, два поотрывала и потом я поняла, что я, в принципе, ну, не вижу ничего, что происходит вообще на кухне. И я подошла к шефу очень вежливо, с улыбкой, сказала, что я буду это делать, продолжать, но на кухне, вот на территории кухни. Вот, потому что я приехала к вам учиться. Значит, после этого он как-то к этому адекватно вообще отреагировал. Меня поставили на кухню, что, кстати, не понравилось коллегам моим по кухне, потому что у них было очень мало места. И им это, их это достаточно, я видела, что их это напрягло, но я уже встала с ними. И я начала потихоньку знакомиться и спрашивать, кто что делает. То есть я как бы делаю свое дело, они делают свое дело, но мы же все стоим рядом, и я спрашиваю, что они делают. И так как я достаточно интересующийся человек, я, в принципе, они были все тоже молодые ребята, мы были на одной волне, они поняли, что я не какой-то там, ну, не знаю, человек, который вообще ничего не знает, не понимает. То есть они поняли, что я достаточно тоже интересный собеседник, и как-то им было интересно со мной поделиться. И потом уже, в принципе, мы в процессе, то есть вот этой монотонной работы, очень много общались, разговаривали обо всем. Они были рады мне что-то новое рассказать, показать, доверить мне что-то большее. Это, кстати, все произошло буквально за несколько дней. Это уже увидел шеф, и уже мне давали попробовать, уже мне давали что-то интереснее делать, но и потом уже вообще, как бы, уже зелень я не делала. Ну, вот это вот. То есть, опять же, нужно как-то деликатно, без каких-то скандалов, там, хлопания дверей, там, я не знаю, ну, просто, наверное, донести свою позицию, что, зачем я сюда приехала, почему я приехала именно к вам, и по чуть-чуть выстраивать отношения, как-то по-человечески себя рекомендовать, вот, и, да, и уже у меня там вообще замечательные воспоминания, замечательные ребята, мы со всеми до сих пор очень хорошо общаемся, дружим, поддерживаем связь, они мне пишут даже за каким-то советом, если они что-то делают из русской кухни, и я к ним могу всегда обратиться, ну, в общем, да. Но я знаю таких, кто, например, наоборот, начинает скандалить, ну, то есть, там, я не буду это делать, ну, как бы, скандалом дело тоже не решишь. Вот, и плюс есть такой момент, как менталитет, вот это, кстати, часто у японских ребят, очень много японцев в мишленовских ресторанах по всему миру, они, у них такая философия жизни, что они вот там могут годами учиться рис варить, вот как вот под мастерью мастера, вот, и у них это вот так глубоко сидит, что есть страны с другим менталитетом, более таким, как бы, чуть-чуть, ну, как итальянцы, например, вот они могут это чуть-чуть эксплуатировать, вот, и я знаю, что вот японские ребята, они могут, например, там, приехать на год, на год, и вот он будет год стоять и мыть там только вот за всеми, вот, столы, за другими поварами, и слово не скажет, потому что он будет считать, что это норма, и шеф, и коллектив будут как бы в будущий класс, вот, и, ну, это менталитет, например, японцы, для них это в их культуре так заложено, что вот там можно стоять, но я так... Слушай, я слышала такие же истории, на самом деле, я познакомилась с шефом здесь в Лондоне, он в какой-то момент, у него была совершенно там другая профессия, там, очень, очень драматичная история, но, в общем, он бросил универ, потому что, ну, надо было работать, деньги, перерабатывать, вот, и в какой-то момент он понял, что хочет пойти в ресторан рядом с ним хорошего, учиться делать суши, вот, и он пришёл, значит, попросился, и ровно два года он просто мыл холы, там, вот через два года ему шеф сказал, он говорит, ну, иди сюда, попробуй разделать рыбу, он там, как знал, разделал, он говорит, ну, окей, вот со следующего дня ты можешь начинать, и вот он ещё потом три года, просто делал одни и те же самые операции, ещё плюс три года, вот, это какая-то невероятная стойкость и выдержка просто. Да, для японцев это нормально, абсолютно нормально, но когда я понимаю, что каких сил мне стоило прилететь, например, в Париж, чего мне это стоило, я думаю, каждый человек, который понимает, что это такое, как попасть, там же нужно снять жильё, то есть мне это стоило титанических усилий, то есть это мне не было как-то вот легко, такая полетела, и вот в Париже поселилась, нет, это у меня всё было очень, на самом деле, тоже отдельная история, мне это всё далось большим трудом, большими усилиями, я понимала, ну, как бы, что я сделала для того, чтобы сюда попасть, и из-за этих больших затрат, я понимала, что я должна здесь получить, вот, и, ну, то же самое в Италии, ну, вот видишь, как бы, тоже, если ты видишь, что все ребята делают, ну, и не только тебя просят грузчиком подработать, но как бы все вы это делаете, то есть я, например, вот в Париже реально занималась, в том числе, очень тяжёлым, чисто физическим трудом, то есть вот я девушка, я там не спортсмен, там, не, там, не атлет, не знаю, но реально таскать мешки, там, двигать мебель, там, холодильники, и каждое утро вообще, правда, в другом месте, в Кламото, у меня начинался, это рыбный ресторан, начинался с того, что нужно было загрузить огромные ящики с рыбой, то есть вот утром сгружали рыбаки, поставщики свежую рыбу к ресторану, ты приходил, и тебе нужно было затащить это всё внутрь, потом в лифт, из лифта и в другой холодильник загрузить, это очень тяжёлая физическая работа, и если бы, например, я видела, что сгрузили только на меня вот одну, я, скорее всего, ну, как бы деликатно, опять же, ну, сказала бы, что я не грузчик, но так как я видела, что это делают все абсолютно, включая таких же девушек хрупких, как я, я не считаю, что нужно там выпендриваться и вообще какой-то показывать, почему я на этом делаю акцент, потому что я знаю, что именно, вот как я сказала, менталитет японцев, вот есть ещё наш чуть-чуть, менталитет, это показывать вот такой гонор, характер, там, ну, опять же, я не судья никому, если вы считаете, что вы не хотите таскать мешки, там, ну, вы можете, конечно, послать шефа и уехать, но это ваше дело, ну, как бы, я знаю просто конкретно такие случаи, когда мне рассказывали, что там, да я ему сказал, и, в общем, и мне это не надо, да кто он такой, да я такой, и вот я оттуда вот уехал, в общем, я такие истории тоже знаю, ну, значит, наверное, не ваша судьба, но, опять же, если я вижу, что этим занимаются все, это определенные правила игры, скажем так, и часть работы, ну, да, значит, нужно таскать мешки, если вы не готовы таскать мешки, это нормально, ну, просто, значит, уезжайте, значит, ну, как бы, это не ваша работа. А скажи, ты тут затронула такую тему гендерности, вот, а сейчас мужской мир, да, кулинарии, он все-таки, наконец-то, начинает тверкать всякие, все-таки, и женщинами, и это здорово. Вот расскажи мне, что ты видишь, что ты чувствуешь, что сейчас происходит на кухне, насколько приходят женщины, насколько им доверяет шеф, ну, то есть, мне важно, либо это действительно на равных абсолютно, что мужчин и женщин, но все равно мужчин больше, я правильно понимаю, просто физически сложная работа? Просто потому, что это физически, вот именно физически, более сложная работа, все, точка, но, я могу сказать, что в Европе не существует такого понятия, как, ну, на кухне, как женщина-шеф, мужчина-шеф, этого понятия не существует. Есть сотрудник, есть сотрудник и работник, почему мне там могли сказать, подвинь холодильник, хотя я не похожа на человека, который там может это сделать, то есть, потому что ты сотрудник этого места, то есть, меня акировало, но я понимала, что это норма, ну, как бы просто норма, абсолютная, и там такого понятия, как дискриминация по половому, там, вопросу, ну, я лично с ней не сталкивалась, наверняка, эти случаи есть, все-таки, все люди, и мир большой, но чтобы мне как-то там указывали на то, что я женщина, там, а это мужчина, ну, такого нету вообще близко, даже близко я с этим не делась, коллективы всегда были, а, нет, ну, кстати, нет, в Италии я была единственной девушкой на кухне, а вот в Париже, наверное, было 50 на 50, вот, а... А российская практика какова тогда? Про дискриминацию на кухне? Слушай, я могу сказать так, что она, наверное, есть, но на своем опыте она как-то легко регулирует, если ты показываешь себя как профессионал, то есть она улетучивается очень быстро, ну, я не сталкивалась в своей пьющей дискриминации здесь, я сталкивалась скорее в осочи, например, я приходила на кухню, ну, правда, в качестве шефа или бренд-шефа уже приходила, то есть даже уже в статусе начальника, а коллектив мужской, и я видела такую нотку, знаешь, вот, какая-то девочка, то есть я даже слышала вот эти разговоры, что меня называли девочкой, то есть пришла девочка какая-то, тут нам сейчас будут говорить, что делать, вот, девочкой будет, как вот, ну, такое вот, но, и такое, знаешь, как бы недоверие, а ты вообще откуда, ты что, вот на ты, ну, то есть вот такое было, но это первый день, вот я хочу сделать акцент, это первый день, но потом, когда ты показываешь себя в работе, как достаточно уверенного в себе руководителя, как профессионала, когда ты можешь дать чёткую задачу, показать, объяснить, как делать, когда ты ответственно ко всему подходишь, это вот на второй день, там, на третий, этого уже нету, то есть да, я сталкивалась скорее с этим поверхностным, вот этим вот, пренебрежительным отношением, но это буквально вот первый там день, это всё уходило, ну, на моём опыте, это уходило, и да, я как бы на профессиональной кухне, я не сталкивалась с этим, чтобы там как-то неуважительно там ко мне относились, даже наоборот, лучше, вот, например, в России никто меня там мешки, и там в холодильнике таскать не просили, то есть у нас больше джентльменов в этом вопросе. Ну, тут непонятно, что с одной стороны джентльмен, с другой стороны иногда претензия к твоему полу, но я могу сказать, это очень здорово, что у нас не было каких-то таких убивающих случаев, потому что практика дискриминации, на самом деле, в нашем современном мире, она существует, ну, не только сейчас, но, скажем, в очень, во многих известных ресторанах и очень многих шефов, там, буквально, если мы уйдём 10-15 лет назад, то это было вот прям, ну, очень серьёзная проблема, абсолютно, и это вплоть там, ну, я смотрела очень поверхностный фильм, как раз про дискриминацию в Америке, рассказывали рестораны, там, вплоть на, ну, то есть, в 80-е, 90-е годы, я даже не говорю, я не про Россию сейчас, а про весь мир, да, буквально мы ушли от этого не так давно, вот какая история. я сталкивалась здесь с дискриминацией в связи с тем, что я женщина, очень часто, ну, вот конкретно, когда вот про случай на кухне, вот это, да, есть такой флёр, такого недоверия и обесценивания, вот, что какая-то пришла тёлочка, девочка, там, вот это всё тёло, вот, вот такое вот, да, но это всё уходит после того, как ты себя поставишь, ну, я, во-первых, ещё выработала такую, не знаю, может кому-то пригодится совет, я прошу себя назвать по имени-очень на кухне. Какая-то интересная. А потому что и так я выгляжу, как девочка, понимаешь, хотя я уже не могу сказать, что я девочка, вот, но это сразу чуть-чуть тоже строит, вот, но у меня ещё другая история, понимаешь, у меня же есть социальные сети, у меня есть свой сайт, и если, например, людей предупреждают заранее, кто придёт к ним, они же гуглят, смотрят, и у них создаётся впечатление, что я такая очень жизнерадостная, такая весёлая, такая классная, улыбаюсь всё время. А что, не такая? Нет, нет, слушай, вообще нет, ну, как бы на кухне нет, вообще нет, я не буду сейчас там себя как-то драматизировать, но нет, на кухне я очень строгая, наверное, жёсткая, но в разумных каких-то пределах, но нет, и как бы часто люди даже думают, что к ней придёт какая-то такая классная, весёлая, а приходит чуть-чуть, чуть-чуть другое, Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас уже, пройдя школу Мишлена, что бы ты могла подчеркнуть, почему именно, ну, что тебе дало такого, какие-то инсайты такие, такие крутые, классные, которые ты прямо увезла с собой, до сих пор практикуешь, да, вот, вот, просто открылись глаза в какой-то момент, при этом ты ехала туда уже подготовленная, уже научная, уже работающая, много где, вот, что такое было, вот, прям, вау? Знаешь, вот, если говорить про первый, вообще, ресторан, это было одно, вот, это был один опыт, то есть, это был опыт классической школы, потому что это такой классический, Мишленовский ресторан, шеф, такой мэтр уже, закоренелый, суперзвезда, и это была такая классика, мы носили белые колпаки, то есть, это прям такая школа-школа, то есть, это прямо, я училась вот именно технике, именно работе на кухне, работе с продуктом, и это был уникальный опыт, который многое во мне перевернул, скажу важную вещь, почему я считаю, что нужно ехать именно в Мишленовский ресторан на сажировку, потому что это наивысшая, большая планка, то есть, вы едете, вы смотрите на идеал того, как должно быть, вот топ, самый топ, и после этого вы можете уже делать что угодно, хоть там пиццерию, хоть хот-дог, там палатку в окне, это не важно, вы увидели идеал того, как люди должны работать, относиться к продукту, как это все должно храниться, как вы работаете с поставщиками, как выстраивается работа в коллективе, ну и самое важное, конечно, даже хот-дог, нужно уметь приготовить профессиональные мастерски, и масса вопросов, вот именно, это как идеал того, как должно быть, поэтому я считаю, что нужно стремиться в самое, не важно даже, что вы потом будете, тихо, к планке, вот, а это такое маленькое отступление, вот, а второй ресторан, это, конечно, абсолютно, я нашла своих, просто, единомышленников, просто моих, я не знаю, как, как это правильно сформулировать, ментальных братьев и сестер, я не знаю, да, то есть, это просто тот мир, вот, в котором я чувствовала себя абсолютно гармонично, и счастливой, я не знала, что такие люди еще где-то есть, с которыми настолько мы смотрим в одну сторону, и это, конечно, абсолютно уникальное чувство, когда ты понимаешь, что ты на своем месте, с людьми, которые тоже на своем месте, и вы понимаете друг друга на сто процентов, и вы стремитесь к одним и тем же целям, у вас общие ориентиры, там, да, это, это, абсолютно фантастический опыт, и там, скорее, я уже училась какому-то мышлению другого, вот какому-то, скажем так, я стала мысль более открыта, как можно делать, как можно эти правила, которые вот, я вот учила вот у мэтра итальянского, как их можно просто вот так об коленку сломать, переиначить, и делать по-другому, но без этой базы ты это сделать не можешь, ты можешь сломать эту классическую школу, только если ты ее знаешь, и это, конечно, для меня был полный кайф, когда я поняла, как это делается, а потом я поняла, как это ломается, переделывается в совершенно нечем, что-то фантастическое, абсолютно другое, ну, вау, то есть для меня это просто супер, и это совершенно абсолютно другой опыт, они оба классные, я считаю, они не могут существовать друг, отдельно друг от друга. вот то, что ты сказала про то, что надо знать, там, технику базы, да, потом уже придумывать свое сверху, да, это, мне кажется, вообще совет про многих художников, кем там не было, художник, который сует картину, художник, который занимается музыкой, да, ты не можешь строить свое что-то необыкновенное, если ты не знаешь, что же, правда, ломать, и где же вот эти границы, вот, я задам этот вопрос, прилетел от Насти, потому что я думаю, что мы сейчас будем закругляться, болтаем уже больше часа, у меня с вами старейка, да, чем ты сейчас занимаешься, скажи в нескольких словах, в словах, в французском, я занимаюсь ресторанным консалтингом, на эту тему у нас был предыдущий эфир, я занимаюсь написанием книги, об этом я расскажу, наверное в другой раз, вот, и да, у меня, кстати, есть кулинарный сайт, книга рецептов, книга по открытию ресторана, книга рецептов, но она будет на кулинарную тему, да, вот, но там тоже будут рецепты, но чуть-чуть это будет, это не книга рецептов, вот, и, ну да, в общем, вот этим занимаюсь в основном, да, отлично, друзья, знаю, что у вас уже поздно, и уже в Москве вообще запоздно, ничего, если у вас есть парочку вопросов, потому что с Полиной закругляемся, безумно интересный разговор, и, мне кажется, мы же с тобой эфир второй проводим, и каждый раз это как говорят, так, в следующий раз обязательно надо закрыть эту тему, или в следующий раз мы еще вот это обязательно... тема сейчас у нас не закрыта. Вообще все открыто. Она не закрыта, потому что в Москве еще можно очень много. Что бы ты еще рассказала? То есть я... Я бы еще рассказала непосредственно про саму работу, наверное, непосредственно про саму работу в ресторане, вот, мне кажется, это большая такая часть, которую можно рассказать. Именно в Мишленовском, или вообще в любом? Ну, наверное, наверное, в Мишленовском, ну, да, ну, да, наверное, в Мишленовском, да, потому что это все же очень отдельная тема, да. Ну, все, да, вот, Веропев, что очень было интересно, спасибо большое, я тоже скажу огромное спасибо, потому что опыт у тебя потрясающий, и колоссальный, и, видишь, мы из одной темы плавно перетекаем в подтему, и мне кажется, что мы это продолжим делать, потому что не очень интересно, вот, и хорошо, что мы немножечко сегодня приоткрыли дверь, вот, в закулисье Мишлена, и что же это вообще такое, не со стороны клиента, да, и посетитель, а со стороны, ну, человек, который там поработал, и уехал в один из Мишленовских ресторанов с картофелечисткой, если я помню тебе. Вот, друзья, спасибо большое, что вы были с нами, я думаю, что сегодня прекрасная инструкция была от Полины, то, как же зайти в Мишленовские рестораны, если вы хотите получить там стажировку, как себя чувствовать спокойно, достойно, и получить то, что действительно вы хотите. Вот, Юра тоже пишет спасибо, она пишет спасибо, спасибо, да, друзья, спасибо вам. Ну, что мы пожелаем нашим слушателям, старителям? Уверенности в себе, если вы хотите попасть, просто попадите, напишите, разошлите, и я считаю, что если вы нас слушаете, там смотрят молодые ребята, и это ваша цель в будущем работать в ресторане, кстати, еще можно про обучение рассказать отдельно, вот, будет в следующий раз, да, ну, скорее будет личный мой взгляд на это, но я считаю, что нужно ехать, что самое большое обучение, так, короткий тезис, самое главное обучение на кухне ресторана непосредственно, поэтому нужно ехать или идти в ресторан в вашем городе классный и работать там, получать опыт. Загадать себе большую цель, потому что большую цель точно куда-то попадете. Да, друзья, мы завершаем наш эфир, он был достаточно длинным, этот наш эфир можно будет посмотреть в записи, и я думаю, что кто смотрит потом в записи, это как раз и послушает. Все, друзья, всем доброй ночи, Полина, спасибо огромное. Ребята, до встречи на новых токах и на новых дегустациях. Пока-пока. Пока. Пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте отметить колокольчик. Ну и, конечно, ребята, ваши комментарии и ваши вопросы тоже приветствуются. Мы будем очень рады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok